Всем привет! Сегодня с вами рассмотрим мою новую машину для изготовления головоломок. Это лазерный гравер IQR K1 Ultra. Это полноценный промышленный лазер с площадью печати 41,41 см, мощность лазера 36 Вт. Что же такое лазерный гравер? Это машина, которая при помощи лазера может выжигать по дереву, может делать гравировку, либо резать это дерево. Также она может резать акрил, кожу и различные другие материалы. Так что давайте вместе с вами соберем этот лазер, разберемся, как он работает, какие у него есть настройки, и после этого изготовим головоломки. Перейдем к обзору. Лазерный гравер идет в огромной коробке, также есть еще одна маленькая коробка, и судя по описанию посылки, там должны находиться соты, на которых мы будем выжигать. Это специальная поверхность, на которой можно выжигать так, чтобы не портить эту поверхность. Давайте сразу распакуем маленькую коробку, посмотрим, что там. Так, здесь у нас лежит бумага. Просто бумага. Окей. Я не знаю, почему здесь лежит бумага. Может, как уплотнитель материал, для того, чтобы ничего не болталось. Винтики. Планка, которая вставляет, скорее всего, в алюминиевый профиль, и на ней, чтобы закручиваться, фрейм-коннектор. Рама. И еще основа для поверхности, на которой мы будем выжигать. А теперь мы с вами распакуем уже сам гравер. Мне, кстати, интересно. По идее, он должен идти в собранном виде, потому что коробка огромная, как раз по размеру этого гравера. Посмотрим. Да, судя по всему, он идет уже в собранном виде. Итак, у нас есть инструкция, которую мы позже посмотрим. Дальше. У нас инструкция по работе с программой. И здесь я очень надеюсь на то, что программа будет работать на Mac, потому что у меня компьютера на Windows нет сейчас. Здесь инструкция по работе с принтером, по работе с программой. Вот так все это выглядит. Потому что здесь есть скриншоты из программы и скриншоты с меню принтера. Не принтера, с меню гравера. Здесь у нас лежит дисплей, кабель питания, блок питания, черный шланг, еще какой-то кабель питания, кабель USB Type-C, кабель Type-C Type-C, линейка, металлическая, вероятно, она нужна будет для того, чтобы калибровать гравер. Это похоже на компрессор, вот такой огромный. Дальше у нас идет кабель HDMI. У нас с этим гравером идут ключики. Здесь ключи, настоящие ключи. То есть не шестигранники, шестигранники здесь тоже есть, но есть и ключи от какого-то замка. Для чего с гравером ключи от замка? Вот что, на замок закрывается? То есть его нужно заводить. Возможно, для того, чтобы дети не запустили это устройство, потому что это все-таки лазер, и можно пораниться очень серьезно. Поэтому, скорее всего, защита от детей. Далее крепление для кабелей, очки зеленые, огромная деталь, и это уже, скорее всего, в краске лазер. Да. Вот такой он огромный. Здесь подпись производителя, компании IKEA. И здесь тоже есть окошко, для того, чтобы вы могли заглянуть на то, что там происходит, и без вреда для здоровья. В этой детали будет закрепляться лазер, и при помощи привода будет передвигаться по всему столу. То есть он будет передвигаться вот так, судя по всему, и вот здесь. И вот такого размера будет лазерный гравер. Он просто невероятно огромный. У меня никогда не было 3D-принтера такого размера. И лазерный гравер, который у меня был до этого, он был размером приблизительно как лист А4. Эта основа довольно тяжелая, и она прямо монолитная. Так, давайте убираем ее в сторону. Давайте для начала, наверное, соберем соты, потому что если вдруг потом окажется, что гравер необходимо крепить на соты, они у нас уже будут собраны. Потому что если вдруг мы сейчас поставим лазер, а потом окажется, что его необходимо снимать для того, чтобы закрепить соты, это будет не очень хорошо. Вряд ли, конечно, такое будет, но тем не менее, соты все равно нужно собрать, поэтому давайте начнем с них. Я так и не понимаю, для чего эта бумажка. Может быть, это карта, которая показывает перемещение людей в Хогвартсе, но ее увидеть может только избранный, поэтому я ничего не вижу. Напишите в комментариях, вы видите что-нибудь или нет, потому что я ничего не вижу. Карта мародеров. Подкладывать бумагу под защитную панель дорезки, чтобы предотвратить задымление рабочего стола, почернение рабочего стола. Степ 1, а это степ 2. Отлично, я думал, что здесь будет сложнее. На самом деле, все подписано. Довольно простая инструкция, судя по всему, получается. Я соединил первые три детали, теперь переходим к шагу 2. Здесь подписано степ 2. Эти детали нам необходимо разместить вот здесь. Судя по всему, вот так они будут размещаться. Мы сюда будем класть объект, который будем выжигать, и лазер будет сфокусирован на поверхности этого объекта. Вот на этой поверхности он сфокусирован уже не будет. И как раз-таки нам нужны вот такие вот выпирающие детали, для того, чтобы объект лежал именно на них. Чтобы вот на этой части лазер уже был не в фокусе. Ну и плюс-то у нас металлическая поверхность, которая, по идее, не должна прожигаться этим лазером. А изначально такие подложки были как раз-таки в форме медовых сот. Отсюда и пошло название. Сейчас уже различные производители используют разную форму поверхности, но название осталось. Последнее, что нам осталось, это приклеить ножки. Теперь можем приходить к сборке лазерного гравера. Огромное спасибо компании Kier за то, что у них на сайте есть видеоинструкция того, как собирается этот лазерный гравер. Если бы все производители сделали видеоинструкцию к своим девайсам, это было бы намного лучше. Здесь подробная инструкция того, как собирается наше устройство. И еще большое спасибо за то, что у нас вот эта часть идет уже собранная. Потому что в видеоинструкции эта часть разобранная. Мы можем сразу перемотать где-то первую треть, потому что там собирается вот эта часть, вся эта рама. Наша сборка начинается на следующем этапе. Нам необходимо ослабить здесь два винтика. Теперь наша задача заключается в том, чтобы сдвинуть вот эти ползунки, один и второй, в максимально правое положение. И здесь так же. Это нужно сделать для того, чтобы у нас и с одной, и с другой стороны ползунок находился на одинаковом расстоянии. Потому что изначально они находятся посередине, и может быть в арене транспортировки что-то сбилось, либо вообще неправильно был откалиброван. Сейчас мы откалибруем так, чтобы у нас все находилось одинаково. Теперь затягиваем обратно. И здесь мы уже закручиваем так же винтиками. Следующий шаг мы тоже пропускаем. Необходимо установить лимит свитч. Он у нас сразу установлен. Это стоппер, такая кнопка, которая сигнализирует станку, что это финальная позиция. Она у нас сразу установлена, поэтому пропускаем этот шаг. То есть, по сути дела, у нас станок собран больше, чем наполовину изначально. Лазер, конечно, очень серьезный, очень большой, увесистый. По идее, он у нас сюда просто соезжает. Теперь подключаем провода. Первый провод у нас уже подключен, второй провод тоже подключен. Третий провод, это как раз таки наш свитч, тоже подключен. Четвертый провод. Вот он уже точно не будет подключен. Есть, защелкнули. Теперь скорее закрываем уже крышку эту. Подключаем провод к лазеру. Вот эта деталь похожа на уровень, но я могу ошибаться. Теперь мы подключаем резиновый шланг, который будет идти к компрессору, насколько я понимаю. Теперь берем кабель питания, один конец подключаем в наш гравер, а другой конец в компрессор. То есть, компрессор будет питаться вот к граверу, ему отдельная розетка не нужна. Дисплей необходимо подключить. А дисплей магнитный, ничего себе! Он, оказывается, магнитный. Круто! Я думал, сейчас его прикручивать надо будет. Дисплей присоединяется на магните, и сюда вставляется провод HDMI. Я так понимаю, мы уже практически собрали, сейчас только будем подключать провод питания, и все, скорее всего. И провод для подключения к компьютеру. Но здесь у меня будет вопрос, потому что я не уверен, что на Mac будет программа необходимая. Чтобы печатать с Mac. Поэтому, пока мы подключаем только провод питания, а потом, возможно, будем подключать провод к компьютеру. Потому что я еще не скачивал программу. Если на Mac не будет программы, то, по идее, можно будет печатать с USB. Металлическая флешка, вставляем ее сразу в станок. Ключ зажигания. Теперь он. Что происходит? Так. Теперь у меня что-то загорелось на дисплей. Кстати, я же могу дисплей вот так вам показывать. Отлично вообще, удобно. Так, у нас здесь есть сразу High Speed Test. High Speed Test GC. Я не знаю, что такое High Speed Test GC. Можно, конечно, пробовать запустить, посмотреть, что это такое. У меня есть фанерка. Я не знаю, в какое место нужно класть фанерку, поэтому просто разместим ее по центру. Но, возможно, он начнет с угла вырезать. Я, честно говоря, вообще не знаю, где она сейчас будет вырезать. Ну что ж, давайте попробуем. Если будет сильно шумно сейчас, я его сразу выключу. Потому что сейчас пол третьего ночи. Поэтому, если будет очень шумно, я его сразу выключу. Запускаем High Speed Test GC. Так, ну, по шуму, на самом деле, нормально. Это пока не включился компрессор. Это пока только лазер шумит. Так, у меня здесь палец недалеко от кнопки выключения. Я даже скажу, какая громкость. 77 дБ. 3D принтер громче работает. А что сейчас происходит? Он разогревается или что? High Speed Test GC. А, все. Надо было нажать еще раз. Сейчас происходит автофокус. Машина X-Seeds Maximum Range of Motion. Здесь уже однозначно нужно прочитать инструкцию, чтобы понять, как с ним работать. И только после этого запускать. Ну что, я хотел запустить, может быть, какой-то тест. Сейчас, но в данном случае такое не прокатило. После того, как я собрал лазерный гравер, я начал тестировать. Тестировал сразу на балконе. У меня открытый балкон, потому что время резко выделяется большое количество дыма. Если вы просто гравируете изображение, дыма я не заметил, но, тем не менее, есть небольшой запах горелого дерева. Если же вы режете дерево, дым выделяется большое количество. И в данном случае не подойдет выражение работать хорошо в проветриваемом помещении. Потому что если просто в комнате открыть окна, все равно у вас комната заполнится дымом. Здесь нужна либо активная вытяжка, либо какое-то производственное помещение. Потому что в обычной квартире вот такой лазер использовать в комнате я бы не стал. Потому что дым выделяется довольно много. Теперь давайте посмотрим на мои эксперименты с этим гравером. Я уже потестировал лазерный гравер в течение нескольких дней. Сделал нескольких интересных поделок, несколько головоломок. Сейчас все это вам покажу. Но для начала давайте посмотрим, какие у него есть параметры. Во время лазерной резки, либо лазерной гравировки, есть два основных параметра. Это мощность лазера и скорость прохода. У меня лазер мощностью 36 Вт. Но во время гравировки вы можете указывать мощность в процентах. Насколько сильно будет задействован этот лазер. И для того, чтобы понимать, какие параметры необходимо выставлять для данного конкретного материала. Это у меня фанера толщиной 4 мм. Нужно напечатать, либо вырезать вот такой тестовый образец. Здесь у нас есть различная скорость прохода лазера и различная мощность лазера. И мы можем наблюдать, что при мощности 30% и при скорости прохода 3 мм в секунду у нас в принципе уже вырезается окошко. Но при мощности 35% у нас намного лучше вырезается. Поэтому для того, чтобы вырезать модель, необходимо выставлять мощность 35% и скорость прохода 3 мм в секунду. Либо мы можем выставить большую скорость 4 мм в секунду. То есть лазер будет проходить быстрее, но для этого нужна большая мощность, например, 40%. На самом деле на 35 он тоже вырезает, но на 40% вырезать будет лучше, потому что на 35 у нас оставались небольшие недорезы, а на 40% уже недорезов не остается. Вот здесь вы видите мощность у нас была 25, оно вроде бы насквозь прорезалось, но не до конца, поэтому это окошко с трудом вынимается, но с трудом, поэтому лучше выставлять большую мощность. После того, как я протестировал материал, я решил распечатать вот такую головоломку. Это что-то наподобие очень сложного пазла, и я неправильно выставил параметры. Я выставил мощность 30%, а скорость прохода 3 мм. И данная головоломка прорезалась, но не до конца. То есть здесь вы видите, вроде бы прорезалась, но тем не менее фрагменты не вынимаются. Некоторые фрагменты вынимаются, некоторые нет. И здесь как раз-таки ошибка заключалась в том, что я неправильно выставил мощность. Можно, конечно, переделать эту головоломку, но я этого делать не хочу, потому что мне она уже не кажется такой интересной. А вот пример удачной резкой головоломки. Здесь все детали отлично вырезались, они легко вынимаются из формы, но для того, чтобы эта головоломка была полноценной, нам необходимо ее склеить. Я использую клей для дерева. Спустя 15 минут головоломка склеилась, можем попробовать ее решить. Не знаю, сколько времени на нее потрачу, но мой шестилетний сын сегодня решил ее минуты за 2, наверное. Я не знаю, сколько я времени потрачу, возможно, много больше. На самом деле это очень старая головоломка. Я решал ее несколько лет назад, но я ее покупал готовую на Алиэкспресс. Это очень известная, на самом деле, головоломка. Наверное, нужно было сначала вот эту деталь вставлять, потому что сейчас будет ее тяжело куда-либо поместить. Все сюда можем пробовать поместить. У нас есть треугольник. Да, вроде получилось. Но это не самая сложная версия данной головоломки, потому что у меня, по-моему, была более сложная версия, где вот эти детали некоторые были объединены. Тем не менее, головоломка выглядит очень интересно, и все это было сделано на одном станке. Следующая интересная подделка – это геометрическая демонстрация разности квадратов. Чему равно А квадрат минус Б квадрат? Согласно формуле, это А плюс Б умножено А минус Б. Давайте проверим. А квадрат – это площадь квадрата со стороной А. Б квадрат – это площадь квадрата со стороной Б. Вот у нас один квадрат, вот второй квадрат. Давайте их извлечем. И согласно формуле, их разность должна равняться площади прямоугольника со стороной А плюс Б умножено А минус Б. Давайте проверим эти стороны. Здесь у нас должна быть сторона А плюс Б. Проверяем. Это действительно так. И данная сторона у нас А минус Б. Соответственно, площадь прямоугольника А плюс Б умножено А минус Б – это как раз-таки А квадрат минус Б квадрат. В данной модели у нас была и гравировка символов, и резка фигур. Дело в том, что для каждого отдельного символа, для каждой отдельной линии мы можем указывать скорость прохода и мощность лазера. И в данном случае я указал здесь так, чтобы оно прорезалось, а здесь так, чтобы оно просто гравировалось. Данный станок может выжигать изображение. Это моя кошка Моника. И здесь тоже сначала была гравировка, а потом по периметру я уже вырезал этот квадрат. Много лет назад я делал на ютубе видео про мини-катапульту, но тогда я заказывал резку этих деталей специальной фирмы, которая занималась лазерной резкой. А сейчас же я могу сделать эту катапульту самостоятельно. Создатели этой катапульты во все свои модели добавляют котика и акулу в свободные места. А у нас катапульта уже готова. Можем ее протестировать. Оно у меня получилось не идеально, потому что здесь нужно было более толстую нитку подбирать, правильно длину подбирать, но, тем не менее, катапульта работает. Можем протестировать. Она стреляет, все работает. Мне кажется, очень интересная идея комбинирования лазерной резки и 3D-печати. Поэтому на лазере я сделал доску, а на 3D-принтере я сделал шашки. У меня получились полноценные шашки вместе с игровым полем. Мы с сыном шашки уже испытали, и они воспринимаются как полноценные настоящие шашки, совершенно не чувствуют, что это какая-то самоделка. Ну, в принципе, это действительно настоящие шашки. Деревянное поле, пластиковые шашки. И все это сделал у меня дома в течение двух часов. Причем 2 часа печатать сильно шашки, потому что доска вырезалась, если не ошибаюсь, час 10. Теперь, что касается мощности данного лазера. Я все поделки делал из фанеры толщиной 4 мм. Мне это достаточно для моих поделок, но решил поэкспериментировать. Это бук толщиной 9 мм. Я поставил мощность лазера 100% и скорость прохода 6 мм в секунду. Он мне до конца не прорезался. Возможно, это также связано с тем, что я забыл откалибровать фокус, потому что толщина материалов разная. Соответственно, у меня станок фокусировался не на той высоте. Поэтому, возможно, наверняка это тоже повлияло. После этого я откалибровал станок, поставил фокус правильно. Это делалось на самом деле одной кнопкой. И поставил скорость прохода 4 мм в секунду при той же мощности 100%. Бук без проблем разрезался. Далее пробовал резать. Доску из сосны толщиной 18 мм. Здесь были параметры 100% и скорость 2 мм в секунду. Как видите, она не прорезалась, немного не хватило. Я поставил 1 мм в секунду, и доска у меня прорезалась. Здесь, на самом деле, у меня небольшой кусочек, поэтому вот так все демонстрирую. Она прорезалась, вот такая обгоревшая, но тем не менее прорезалась. Как заявляет производитель, за один проход данный станок может прорезать доску до 30 мм. Правда, не уточняя скость дерева, подозреваю, что, возможно, сосна. В принципе, я в это верю. Если на небольшой скоростью, я думаю, он сможет прорезать до 30 мм. Здесь 18, и вроде бы без проблем прорезалась. То есть по краям ничего не обгорело, обгорело только внутри. После того, как я отрезал этот кусочек, я решил проверить еще один параметр. Дело в том, что у нас лазер может делать несколько проходов по одной линии. И в данном случае я указал скорость хода 1,5, мощность тоже 100%, и два прохода. То есть у нас лазер прошел в одну сторону, и в обратную сторону. И в данном случае у нас брусок не прорезался. Немного не хватило. Вот здесь, видите, он отломался. Кстати, в станке есть датчик огня, и по идее, если у вас что-то загорится, станок сразу остановится. Я это не тестировал, но так заявляет производитель. Обладя итоги, могу сказать, что это полноценный настоящий станок, при помощи которого уже может создавать свое производство. Здесь все очень хорошего качества, здесь не нужна была никакая настройка. Я просто установил несколько деталей, подключил провода, подключил шланг компрессора, подключил к компьютеру, и все. Его сразу можно использовать. Автофокус в нем присутствует, он сам фокусируется, он сделает все за вас. Единственное, что нужно правильно расположить модель, правильно расположить точный лист, на котором вы будете разрезать. Но опять же, это все делается довольно просто. И в целом, буквально, два листа фанеры я испортил, для того, чтобы разобраться, как все это работает, для того, чтобы понять, какую мощность удалять, какую скорость. А потом я просто печатал детали, точнее, не печатал, вырезал детали. Я просто по аналогии 3D принтера, называю, печатал. Вырезал детали, и все это работает отлично. Я тестировал данный лазерный гравер буквально несколько дней, поэтому полноценный отзыв о долгосрочной работе я дать не могу, но первые впечатления очень хорошие. Опять же, для меня это первый лазерный гравер такого уровня. Первый такой серьезный станок, поэтому, возможно, какие-то недочеты я просто-напросто не вижу. Я вижу плюсы, вижу какие-то небольшие минусы. Кстати, я забыл сказать, изначально этот кабель я подключил неправильно. Изначально я провел этот кабель с внутренней стороны, поэтому, когда каретка двигалась, кабель задевал медовые соты. Поэтому я просто выключил принтер, провел кабель с внешней стороны, и теперь ничего не задевает. По идее, вот именно так нужно было подключать, просто невнимательный был и подключил его изнутри. Что касается минусов, это, конечно, то, что он шумный, но такой станок он не может быть тихим. компрессор, здесь довольно громкий лазер, потому что там работает охлаждение, плюс дым. Но это особенность этого станка. По-другому, в принципе, быть не может. Но что вы не можете резать дерево без дыма. Что касается акрила и кожи, я точно сказать не могу, потому что я не тестировал ни акрил, ни кожу. По идее, кожа тоже будет давать очень много дыма. Акрил, скорее всего, меньше дыма будет давать. Но прозрачный акрил он не режет. Учитесь, лазер прозрачный акрил не режет. Подведем итоги. Мне лазерный гравер понравился. Полноценный настоящий станок очень высокого уровня, который не требует никакой настройки. Вы просто запустили и пользуетесь. Мне такое нравится, когда вам ничего не нужно настраивать. Спасибо компании iCare за предоставленный гравер. Я буду использовать его в некоторых своих головоломках, потому что я уже смотрел некоторые интересные головоломки, которые можно вырезать при помощи гравера. Ссылка на этот гравер будет в описании. Кстати, есть различные модели. Есть iCare K1, есть K1 Ultra, K1 Pro и K1 Pro Max. Если не ошибаюсь, ультра самый мощный. 36 ватт лазер, а в других моделях более слабый лазер. В описании оставлю ссылку на этот гравер, там найдете более подробную информацию. Я надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Также предлагаю вам в комментариях написать, что мне можно сделать при мощи этого гравера. Возможно, вы знаете какие-то интересные головоломки. Все пишите, обязательно прочитаю. И, возможно, какую-то из ваших идей вы получите в жизни. И на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока!